Всем привет, дорогие зрители! Мы на территории Перезлам. И сейчас последний вечер из косной зимы 2020-2024. И вообще подвести собственно итоги этой самой зимы. Кое самое главное тут? О чем поют воробушки последней зимы? Мы выжили, мы дожили, мы живы, живы мы. Зенит пережил эти три месяца не на первом месте. Пережил и не сдох. Не сдох от осознания того, что ааа, мы не лучшие! Не загнав сам себя в угол постоянными деревенскими комплексами. Наоборот. Понял, что надо работать. Чтобы вернуть себе первое место, надо просто хорошо поработать. И руководство, тренерский штаб, селекционный отдел, СЕМАК, все игроки без исключения, наконец, в эту зиму поработали очень славно. И создали сами себе нихрено вот такие предпосылки. Чтоб вернуться на первое место. Возможно, уже в самом первом весеннем туре. И больше никогда никому это самое первое место не отдалось. Потому что новички были закуплены вовремя оперативно. И закуплены были на проблемные поясы. Это были не распиаренные Халки, Вицелли, Гарай, Хагарси. Это были не попсовые пацаны. Заправились кефалов. Которые при этом умеют хорошо пинать мяч. И хорошо видеть поле. Видеть партнеров. Они придут и они будут укладываться на 100-150%. Почему? Потому что имеют что-то оказывать. Потому что они ничего еще в России с Симаком не выиграли. Если год назад например состав был жутко размотивирован и доезжал ну грубо говоря на ободах чемпионский сын в 23. То у этих пацанов будет полная штанная мотивация доказывать всем и все. И поэтому в каждом матче я ожидаю что у Зенита будет очень серьезный уровень борьбы. Очень серьезный уровень желания. В общем-то это желание я видел уже на матчах сборов можно насколько накилать на неискорен сперников. Но когда уйти нет желания даже с такими командами играешь в говно. Наш резерв с Алира Янов сыграл в говно. Все эти сутермины все эти алипы и они не справились и Горбатов вам не справились. Поэтому сутермина просто сразу же после этого матча определили нахуй. Просто нахуй в сущем. А снова она хочет. У нее горят глаза. Больше всего горят глаза у Педра. За этого чувака я больше всего рад. Это не просто профиль на замену мостовому стареющему и теряющему интерес к футболу. Это чувак, который уже в самых первых матчах может стать нашим лидером. Это пацан, у которого вообще нет авторитета. он может абсолютно любого защитника, абсолютно любую оборону раскачать. И везде ко всем командам найти ключ, найти подход. И этот пацан, я уверен, что принесет нам далеко не одну победу. Может быть, даже не только не столько голами, сколько умением видеть поле, умением преодолевать насыщенный чистаков оборонительный соперников, которые многие будут устраиваться против 15 автобусов. Но Педро может скрывать сами индивидуальные действия автобуса. У Артура очень хорошо поставлен удар. Артур второй новичок, новичок, который пришел на очень дефицитную повису правого вингера. После ухода Макма профильного левоногого правого вингера у нас не было совсем. Те днари русские, которые там были, были настолько днарями, что не проходили говно. Багаев выехал в Эмираты, Сутармин, это вообще просто без комментариев. Он всю эту осень не выходил, похоже, даже Славки. И это настолько днищенский правый вингер, что лучше поиграть дерьмовую 3-5-2, чем Сутармин оставить на место Макма. Вот, ну, сейчас пришел Артур, сейчас будет получше, без сомнения. 15 миллионов, я думаю, что опытили не зря. На Марте он стоит 10, 10 это уже будет всякое лучше, чем то, что было. И у Артура поставлен удар, очень хорошая левая нога. Если Петра может взять молодостью и дерзостью, то Артур может вполне взять опытом. Опытом и зрелостью. Этим и хорош на самом деле Зенит. Сплав молодости и дерзости со зрелостью. В Динамо, например, была только молодость и зрелость. В Зените Луческу была только зрелость. Здесь и то, и другое. Можно без хлеба. Третье приобретение абсолютно топовое это защитник Нина. Нина это вам не Лоурен, Нина это вам не Ленан. Это капитан Флуминенса, который выиграл Кубок Либератонс, который дошел до финала Кубок Чемпионата проиграл Мачистер Сити, но Мачистер Сити проиграть не зазорно. И даже с Мачистер Сити играл очень дерзко и уверенно в своей вратарской. Во вратарской! Конечно если вратарь он привезет и он ежет не привезет но он очень уверенный и уверенности нашей обороне очень не хватает. Нина приходит на место привозных косячных тупых после защитников Мукса Мринана и Алипа. Эти двое позорили нашу центроборону всю эту гребаную осень. Из-под Алипа забили все три Оренбургских мяча. Из-под Алипы забили вообще много их тулом. Алип это очень посредственный защитник и очень хорошо что сейчас он скорее всего приседет на баку. Я не хочу верить что Алипу будут продолжать дарить место в основе потому что это днище оно должно сидеть на баке. А в центре обороны должна быть пара Нина Родригал. Родригал нашли терапорона осенью. Пока его не было мы закладывали подводили мяча от всех. Как он пришел за исключением больше одного ни от кого абсолютно не пропускает. И пусть даже вместо кассира будут уходить Сергеев в старт. Я против того чтобы Алип выходил в основу. Нина должен забетонировать центр обороны. Наш центр обороны будет сам надежный в лиге. Потому что в принципе и так у нас защитники очень качественные. Уклассанс, Родригал, Караваев или Фернанс. Иракович может справиться играть тогда плюс еще в легионерском место освобождать. И тем не менее вратарь Денис Адамов это тоже лучше Киржаков. Адамов здесь будет дверей вместо основе. Даже если Киржаков с такой обороной я надеюсь что ему не придется летать по девяткам. Хотя ничего исключить нельзя и тем не менее. Ну и Елизат Ахметов. Ахметов это усиление лавки. Ахметов это человек который реально способен выйти и добавить. Добавить огня добавить дриблинга добавить анкары добавить результативности ударов красивых и нужных и важных и добавить наконец харизма харизма в нашу игру. При этом все старые лидеры остались никого не продали никого никуда не отпустили. Вендел всю зиму ходили слух что он уедет но никуда не уехал Клаудиньо также никуда зимой не ушел не ушел никуда Дуглас Барис Кассиера хотя Кассиера могли продать но не продали ну и соответственно самое главное изменение которое произошло с Зенитом помимо изменения тактики на 4-3-3 нашего родного помимо того что все новички подъехали в срок и команда подошла к сезону с полной слаженностью команды и даже помимо того что Зенит получил возможность заготовить некоторые домашние заготовки на весну в закрытых матчах вот самое главное изменение по итогам этой зимы это то что те кто осенью уходили в основу они стали баночниками пришли наконец действительно гаечные игроки в которые солили всю эту бездарность всю эту ущербность сервис на банку и вот этот Зенит обновленный в который вдохнули все же ветер жизненный я думаю что он больше все достойны чемпионства конечно футбол покажут покажут матчи покажут игры но пока по проведенной трансферной работе эту зиму можно однозначно занести в плюс Зениту и можно однозначно сказать что никто из других клубов так урожайно так полезно так продуктивно эту зиму не провел Краснодар мог бы усилиться в классе примерно пропорционально Зениту но краснодарские сделки сорвались и я скажу это карма это поделом это заслужено даже не только и не столько собственно для болельщиков Краснодара сколько для всех тех шакалов которые начали пользу их подтягивать но и еще про что хотелось бы поговорить это про сдержание Промеса Промеса арестовали всерьез и надолго ходили слухи что он до сейчас скоро уедет в Россию в следующем рейсе он уже прилетит но его не отпускают и отпускать похоже не планируют если его отправят назад в Нидерлада на суд я там не удивлюсь абсолютно потому что просто так мурыжить ради того чтобы создать на фоповод никто никого не будет могут конечно отпустить за денежку но это надо будет очень сильно раскошелиться плюс к тому Спартак в организационном плане настолько плох что даже газон своего собственно стадиона не смог подготовить к открытии чемпионата весной насколько надо быть дебилом чтобы засрать собственно газон и придется играть на арене химки на гребан на арене химки ну либо в ужниках и получается что вот Зенит команда которая с организационной точки зрения провела бросок от людей Спартак привез у Гальда 5 миллионов за пятнашку за тринадцать да и засрал собственно газон и привез промеса в зону где его могут арестовать ловчь уже возмущается что это его взяли туда кто должен понести ответственность за то что его туда взяли сталастом был в Москве то есть вы представляете себе они не говорят наперебой что справедливости срожествовало что наркодили раздержали да а если бы кого-нибудь футболиста из зенита так же повязали всей Москвы все москвобады говорили бы о том что награда нашла герой а здесь нет здесь кто же все-таки понесет ответственность за то что его раствовали это знаете как преступники они жалеют не что они совершили злодеяни некоторые многие то что не попались вот свиньи жалеют что не попались и больше они о чем не жалеют я думаю будет лучше определить если на матч 2 марта краснообел выйдут без промес потому что вот так по черным по наглому отмазать но это должно было чем-то закончиться чем-то из серии Ловерби чем-то из серии бумерангового возмездия это закончилось високосный день зимы 29 февраля я очень очень верить что это закончилось что это не просто поможет на часок что это арест на 7 с половиной лет сократится в Нидерлане и с отбыванием срока наказания в голландской колонии я очень надеюсь что для промеса футбол профессиональный все потому что он заслужил сидеть на зоне если он сразу не захотел сидеть на зоне отсрочил сейчас сколь ручки низ конец все равно будет один и спартак ты заслужил ты заслужил того чтобы тот кого-то так отмазал попался и остаток своих футбольных дней провел на кище соревновался там с нидерландскими зэками вот так шутбольных